Добрый вечер. Сегодня мы с вами поговорим про текст Пару Думинского, про Третьякова, текст с прошлого года, он был на экзамене. Текст довольно сложный, на мой взгляд, но на нем очень интересно разобрать некоторые трудности, с которыми сталкиваются ученики при написании сочинений. И на его примере интересно посмотреть, какие могут возникнуть подводные камни на разных этапах написания сочинения, на разных этапах составления тех кирпичиков, из которых мы обычно делаем наш текст. Текст вроде как по итогу не вызвал таких больших провалов. Кажется, не было сочинений, в которых ученик совсем-совсем уж промахнулся с проблемой, которому проставили бы нули в первые критерии. Но многие тревожились. Меня вот пара учеников спрашивала, а правильно, неправильно. Я вот написал такую проблему. Она, значит, подходит, скажите, пожалуйста. Вот. Но она, конечно, подошла, и мы сейчас посмотрим, с чем были вызваны такие затруднения. Сейчас я открою текст. Вот, собственно говоря, он для тех, кто, может быть, его увидит впервые в жизни или не читал, или просто подзабыл. Я его сейчас постараюсь не очень долго прочитать и коротко прокомментировать. Простите, если кто-то хорошо знает этот текст, но это необходимая часть. Вот. А пока напишите, были ли у вас, дорогие коллеги, ученики, которые в прошлом году этот текст давали. Если кто-то, кому он попадался, отметьтесь, пожалуйста. Вот. А тут перед нами первый абзац этого текста, и мне кажется, по нему как раз хорошо видно, что он сложный, что текст перед нами непростой. Вот. Начинается он так. Часы пьют восемь. Поворачивается на чищеная до блеска ручка двери. Павел Михайлович Третьяков, первый посетитель, вступает из внутренних комнат дома в зал своей галереи. Всегда ровно восемь, после всегдашнего утреннего кофе. И если бы часы вдруг перестали отчитывать и отбивать время, можно, заведя их, поставить стрелки. Поэтому бесшумному, но мгновенно улавливаемому служителю на поворот медной ручки. Всегда в костюме одинакового цвета и покроя, будто всю жизнь нафит один и тот же. Прямой, суховатый, даже как бы несколько скованный в движениях. Он шествует, размеренный, чуть деревянной походкой вдоль густо завешанных картинами стен. Следом останавливается, сосредоточена, будто впервые рассматривает до последнего мазка знакомое полотно. И неожиданно рова во второй ряду после угла. Из-под кустистой брови взглянет быстро жгучим глазом, удивленное лицо служителя. Я во сне видел, что картина там висит. Хорошо. Ну и вот сразу несчастный одиннадцатиклассник, который открывает на экзамене этот текст, сталкивается со всеми прелестями сложного русского синтаксиса. Бессоюзные предложения, вставные конструкции, видите, выделены и тире, и скобками. Немного свободное авторское обращение с тире, прямая речь, анафора. Довольно усложненные предложения с причастными оборотами. Не очень очевидное такое, не самое очевидное использование однородных членов. Сложно, короче говоря. И потом тоже обсудим, мне кажется, не сразу может быть, не всем может быть очевидно, что происходит. Особенно если не знать, кто такой критиков. Но текст движется дальше. А за окном, под набежавшим ветерком, шепчутся густая листва вековых лип и тополей. Легиана благоухает тяжелой гроби сирени, готовы взорваться роскошным цветком тугие бутоны махровых пионов. И также за окном на широкий устлунный каменный двор езжают ломовики, груженные льняными товарами с костромской мануфактуры третяковых. Плотные кипы сбрасывают бомбары. Девять Павел Михайлович покидает галерею и, пройдя по двору, скрывается за дверью с маленькой вывеской контора. Девять конторчиков, увидев его, громче и старательно щелкают костяшками щитов. Доставлено товаром в передовом магазине, продано. Павел Михайлович усаживается поудобнее за свою конторку. С девяти соседних к нему сходятся бесконечные столбики цифр, чтобы быть суммированными и разнесенными по графу. Развитие производства, жалование рабочим, покупка картин. Его счеты покрывают перещелка стальных, нечасто и размеренно отстукивать пяти- или шестизначную цифру. Так ровные степенные удары главного колокола побивают шустрый перезвон малых колоколов. И снова, здесь есть второй абзац, который школьники сразу распознают как описание природы. Что-то такое красивое, благоухают сиренем, вековые липы. Но дальше возникают какие-то мануфактуры, какие-то люди что-то грузят. Потом возникает галерея, контора, и опять же, вроде бы текст куда-то движется, но мы точно не знаем, что происходит. Кажется, человек начинает рабочий день, ну и что с того? Где проблемы-то? Следующий большой абзац. Смотрите, всего... Сколько у нас? 11, 12, 12, 13, 15. Шесть предложений, да, но какой он длинный. Это тоже определенная сложность, которая была с этим текстом, его просто бывало нелегко понять. С 12 до часу завтрак. К трем в купеческий банк, а тут в магазинные и линьки. К шести его ждут обеды. В экипаже Павел Михайлович открывает журнал, он любит читать дорогу. Но часто книга отложена в сторону. Музы Третьякова на сиденье и листами оноково, нежно придерживаемая им свернутая рулоном или натянутая на подранных картина. Самое дорогое, он говорил. Родные служащие поздравляют с покупкой, когда он, передавая полотно в их бережные руки, вылезает из коляски. Все радостно возбуждены и по серьезному лицу Павла Михайловича, домашние называют его, не улыба, пробегает тень улыбки. И за обедом, который у него тоже почти всегда один и тот же, а мне щит и кашу, он объявляет, что сегодня все едут в театр или в концерт, слушать музыку. Если же в такой вечер нагрянут гости, Павел Михайлович без сожаления покидает свой молчаливый кабинет, заваленный книгами и журналами, свой излюбленный маленький, почти квадратный диванчик, на котором гимноногий хозяин притуливается, свернувшись к калачикам и радостно идет навстречу гостям. С художником Павел Михайлович троекратно целуется, ведет показывать бесценное приобретение, обычно молчаливый, занимая этого беседы и просит супругу, Веру Николаевну, сыграть для дорогого гостя на рояле и угощает хлебосольно. Только вина в доме почти не подают, Павел Михайлович вина не пьет. А на следующее утро, ровно восемь, выйдя из внутреннего покоя в зал галереи, Павел Михайлович отдает служащим распоряжение насчет рамы для новой картины, указывает, куда ее повесить. Я всю ночь думал. Опять же, мы, филологи, замечаем, может быть, какие-то повторяющиеся ходы, которые Парадонинский здесь использует, скажем, например, вот эта интуиция Третьякова, и то, что абзац завершается на вот этой почти таком мистическом указании. Я всю ночь думал, я во сне видел некое чутье Третьякова, которое здесь проявляется. Но, если мы сидим на экзамене, и мы в одиннадцатом классе, мы тоже можем немножко растеряться. В частности, вот у меня ученики обычно теряются на моменте, где Павел Михайлович троекратно целуется с художником. С каким художником? Это гость? Или гость? И здесь тоже возникает такое слепое пятно, которое требуется немножко расшифровать или помедленнее рассмотреть. Ну и вот последняя часть текста. Тоже, смотрите, всего три, пардон, четыре предложения, но тоже как они, как велики они. Мало кто знает, да и вряд ли кто узнает когда-нибудь, как долго и упорно добивается и на раз Павел Михайлович заполучить свое собрание примеченную картину. Но такой Третьякова характер, не подумав, шагу не вступит, а вдумав все, решил, своего добьется. Сосредоточенный и молчаливый, он появляется на открытии выставок в Москве, в Петербурге. На лице ничего не прочитаешь. Кажется, пока лишь прислушивается к расхожим мнениям, но решение уже принято, неуклонное. Картины еще не развесили в выставочных залах, а он успел побывать в мастерских, узнал, кто чем занят, взял на заметку, приценился. И еще раньше из писем знакомых художников, действовавших по его просьбе или самостоятельно, вычитал необходимые сведения и мысленно составил для себя некий чертеж того, что творится ныне в брасильском искусстве. Он всех обгоняет, а от своего не отступает никогда. Даже царь, подойдя на выставки к облюбованному полотну, узнает подчас, что куплено господином Третьяковым. Когда речь идет о самом дорогом, для Третьякова собственная цель наивысшая, собственное желание – закон. Но цель его величественна – собрать для общества лучшие творения отечественной живописи, а желание – необыкновенно удачное. Этот человек с каким-то, должно быть, дьявольским чутьем почти в сердцах оборонял как-то про Третьякова кранской. Вот тут в конце тоже некоторые теряются, потому что в конце цитата вроде бы похоже на вывод. Но произносит ее не сам Парадаминский, не автор текста, а некий кранской. Непонятно, считается это или нет, можно ли ее приводить в пример. Вот такие вопросы возникают. Вот, на этом текст заканчивается. Всего 20 предложений, но он очень такой нажористый, очень-очень густой текст. Текст у нас со сложным синтексисом. Сейчас попробуем обсудить, какие тут есть подводные камни. Напишите пока, коллеги, сколько бы вы поставили этому тексту по 10-бальной шкале сложности. От 1 до 10 – 1 просто, хороший текст, 10 – сложно, ужасный текст. 8. Ну да, я с вами, в общем, согласен. Не знаю, какие у вас десятки, у меня десятка – это текст, если помните, был такой текст Пастернака, где главный герой играет свою наработку, а Скрябин ее слушает и повторяет в другой тональности. И Пастернак понимает, ага, у тебя тоже нет идеального слуха. Что-то там есть общее с этим текстом, но я потом к нему чуть-чуть вернусь. Так, ну вот, то есть в целом, конечно, в целом, конечно, непростой. Непростой, больше пяти, меньше пяти, вроде никто не поставил, да, от восьмерки до десятки в среднем. Хорошо. Да, коллеги, согласен с вами. Давайте попробуем суммировать, что именно, как вам кажется, сложно здесь. Напишите коротко в чат, если у вас есть какая-то короткая формула, что именно, как вам кажется, представляет затруднение для одиннадцатиклассников в таком тексте. Позиция автора, ага, не очевидна. При том, что она, вот кажется, вроде бы есть в двадцатом предложении, но вот этот кромской все портит. Что именно хочется сказать? Понятно, что текст про личность, но не совсем понятно, что брать за примеры, да. Это тоже такой вот скользкий момент. Проблема. Личность непростая, сочетает чуть-чуть и рациональность. Да, но на самом деле мы чуть попозже увидим, мне кажется, это даже может нам кое-где помочь. Связь между примерами, да. Мне вот попозже сегодня покажу сочинение ученика, боевое. Там как раз вот в этом четвертом абзаце, мне кажется, у него была... Ну, увидите, не буду сбегать вперед. Так. Давайте я щелкну пока следующий слайд. Так, ну вот смотрите, когда я этот текст начинаю разбирать, мы обычно обсуждаем с учениками, что именно здесь кажется непонятным или сложным. Вот, и довольно много учеников, да, вот много деталей, я согласен, начинают задавать вопросы про какие-то мелкие подробности, которые вроде бы не влияют на общее развитие текста, но тем не менее они постоянно возникают, они сбивают с толку, они отвлекают. Мануфактуры, зачем много этих мануфактур? Домашние называют его не улыбом. Важно ли это или не важно, вроде как скобка. Ну, и мне кажется, большая загвоздка, на самом деле, может быть, не такая уж очевидная для нас, это текст требует определенного кругозора. Вроде бы очевидно, есть Третьяков, но все знаем, что есть Третьяковская галерея. Нам, взрослым, это часто кажется очевидно, школьникам нет. С Третьяковым не могу не рассказать замечательный анекдот, который произошел в прошлом году, в качестве как раз иллюстрации этой проблемы. Не помню, честно говоря, откуда я его услышал или где-то прочитал. Один из экспертов рассказывал, что на проверке, вот как раз по этому тексту, школьник, значит, давайте покажу обратно, посмотрите конец вот этого абзаца. Школьник прочитал фразу, что Третьяков всех обгоняет, и от сегодня наступает никогда, и даже царь, подойдя на выставку к любовному полотну, узнает подчас, что куплено господином Третьяковым. Видите, да, слово господином записано сокращением, через дефис, куплено господином Третьяковым. Так вот, эксперт рассказывал, что один из учеников написал в сочинении «Гном Третьяков», раз пять или семь назвал Третьякова гномом, сказал, вот в этом тексте гном Третьяков покупает картины, значит, у гнома Третьякова очень плотное расписание, то есть это не было случайной опиской, так «гном Третьяков». Вот, что, конечно, показывает нам, ну, насколько эпоха 19 века уже превращается в такое фэнтези-пространство с гномами, эльфами, которое бесконечно далеко отстоит от детей 21 века, вот этот гном Третьяков, мне кажется, иллюстрирует вот эту проблему, да, текст требует кругозора, и даже если мы, может быть, где-то слышали, когда, да, вот мы учимся в 11 классе, да, может быть, мы и не были в Третьяковской галерее, вполне вероятно, но, может быть, мы про нее слышали, а если слышали, то мы можем не связать фамилию Третьякова с Третьяковской галереей, мы можем плохо ориентироваться в том, как работает арт-рынок в 19 веке, кто такие коллекционеры, в чем меценатство вообще заключается и так далее. Вот, и тогда действительно Третьяков может показаться гномом. За гнома человеку поставили фактическую ошибку, это, конечно, не страшный, но очень показательный случай. Вот, Третьяков, окей, хорошо, даже если мы знаем, что это Третьяков, это вот такой дядька, который собирал картины, у него есть галерея, так, это галерея, вот та самая галерея, тоже должен я себя спросить, 11 классный, точно, он вроде там живет, он выходит утром, пьет кофе, что происходит вообще? Да, то есть требуется все-таки связать сразу несколько вещей, которые, мне кажется, в школе далеко не всегда проходят. МХК предмет такой крайне второстепенной в школьной программе, не во вся школах он есть, а тут еще вот мануфактура какая-то, подрамник и так далее. Сразу много вещей требуется как-то соединить в одном, в один такой большой гештальт и на него уже опираться. А если не опираться, тогда получается текст какой-то недособранный, приходится приходится ориентироваться в тексте, который очевидно про какую-то личность, про какого-то важного человека, но школьнику приходится выискивать какие-то альтернативные пути нахождения проблем и прочего. Что еще обычно называют ученики, помимо гномов? Текст бессюжетный, вроде как. Здесь нет какого-то развития, действия какой-то кульминации. Он скорее похож на очерк. Понятное дело, что это отрывок, но в том виде, в котором он дан ЕГЭ, он близок к биографическому очерку. Что промежуточный такой жанр между чистой публицистикой и какой-то формой. Что-то происходит, но мы привыкли, что если в тексте ЕГЭ что-то происходит, скорее всего, какая-то история с героями, а здесь нет. А с другой стороны, если в тексте нет сюжета, он должен быть вроде скорее публицистическим рассуждением, но и рассуждений здесь тоже как-то немного сложно. Плюс бесконфликтность. Опять же, непонятно, откуда вытаскивать проблему, потому что человек вроде занят своим делом, хорошо, молодец, и что с того. Непростый синтаксис, который мы уже отметили, и вот много деталей, которым тоже всем бросились в глаза. Непонятно, насколько они важны, важны ли вообще, нужно ли на них обращать внимание. Вот, что же мы в таком случае делаем? Что мы делаем с текстом, перед которым мы испытываем некоторую растерянность? Для начала мы можем использовать вот такой, это немножко трудоемкий способ разбора текста, он требует немного времени и терпения, но если натренироваться так делать на экзамене, он может, неплохо помочь. Мы пересказываем сами себе текст по абзацам. Но не пересказываем, вот так как мы это делаем, не знаю, на девятом классе на ОГМ, мы не пересказываем его, разумеется, подробно, так как мы это делали по доске. Мы делаем короткую выжимку, отвечая сами себе на вопрос, что вообще происходит? Что вообще происходит? Это вопросы, вот я так очень никому говорю, давай просто возьмем вот этот, пойдем абзац за абзацом, пересказываем и коротко, как будто мы объясняем какому-то человеку, который стоит рядом с нами и не хочет читать этот текст, марсианин или пятиклассник, и мы коротко пересказываем, что здесь написано. Просто формула, вот примерно так, как я это изобразил в правом столбике. Что у нас происходит в филе абзаце? У нас Третьяков встает рано утром, мы видим, что у него строгое расписание, он ведет себя педантично, он всегда ровно в 8 выходит, можно часы по нему сверять, он всегда в костюме одинакового цвета и покров. Мы просто сообщаем то, что сказано, мы не пытаемся как-то глубоко интерпретировать этот текст, мы не пытаемся вытаскивать из него какие-то глубокие подтексты, нет, мы просто, знаете, как описание картины, смотрим на то, что перед нами и коротко это формулировано. Иногда стихи так учат трактовать, мы берем непонятное чисто растиши и сами себе его излагаем, смотрим, чего оказывается непонятно. В первом абзаце Третьяков смотрит на картины, которые на него представляете, как это выглядит, в системе уличной картины, вот это такая ковровая развеска. Сейчас, правда, это уже довольно ужасно смотрится, мне кажется, это не располагает к созерцанию живописи, но вот Третьяков в этом настолько ориентировался, что вот даже кого-то, Пеперова хотел повесить во второй ряд возле угла, и это было его такое глубокое куракорское решение. Вот. И он это распоряжение отдает, и мы можем сюда вот эти заметки справа от абзаца, ученик может их писать прям в экзаменационном листе, ну, в смысле, не в бланке, а, соответственно, да, прям рядом с текстом что-то себе подписывать. Мы видим, просто, подает распоряжение, можно подчеркивать в тексте эти фразочки, но лучше выписывать, так более гнятно получается. И мы не пытаемся составить из этого связанный текст, из этого пересказа, ни в коем случае, у нас нет времени на это, на экзамене, мы не пытаемся сделать какое-то изложение из этого, нет, мы просто достаем из каждого абзаца какие-то спорные точки, просто отвечаем на вопрос, что происходит. Если это рассуждение, то, окей, о чем здесь рассуждает автор. Если это повествование, то, что происходит, если это описание, то, что описывается. Итак, мы прочесываем весь текст до самого конца. Давайте я тоже покажу, пробегусь. Вот следующий абзац, который, на практике, кажется, оказывается абсолютно бесполезным для сочинения. Вот это вот описание природы с ветерком и липами, и какие-то рабочие привозят какие-то товары. Вот, кажется, абзац, который совсем никому не пригодился для сочинения нигде. Вот, но мы отмемем. Хорошо вот здесь Продоминский описывает природу, зачем-то, мы не знаем, зачем, но описывает, и показывает, что вот жизнь вокруг Третьякова кипит, рабочие привозят товары. Следующий абзац. Что мы видим в следующем абзаце, где Третьяков приходит в контору, и ученик может, в принципе, не знать, что такое контора, сейчас слово, кажется, стремительно устаревает. Контора, конторщик, но, очевидно, там люди что-то читают, кажется, и вот мы, что мы снова видим, мы снова видим строгое расписание у Третьякова, в 9, ровно в 9, покидает Галилею и скрывается за дверью с маленькой луиской контора, приходит к себе, Третьяков приходит к себе в контору, так и выписываем. Мы видим, что его появление производит впечатление на сотрудниках, конторщик трепещет, увидев его, и Третьяков показывает, что Третьяков работает, считает деньги. Можно пропустить вот это поэтическое сравнение с колоколами, мне кажется, честно говоря, мне кажется, это перебор сравнивать стук счетов с колоколами, но Пардонинский явно в восторге от Третьякова, так что это такая гиперболизированная метафора. Следующий абзац, что мы видим дальше, он снова начинается с расписания, у него плотное расписание, с 12 до часа завтрак, в банк, оттуда в магазин, в 6 лет, в 3 лет. Вот, а потом мы видим, что Третьяков ведет картину, вот что показывает Пардонинский, держит купленную картину, бежен к ней относится, он серьезен, что мы отмечаем какие-то важные или интересные бросившиеся нам глаза моменты в этом абзаце, Третьяков серьезен, редко улыбается, и мы видим, что это большое событие в дыре. Домашние тоже заражаются этим, этим важностью этого события, все ведут себя так, что, что вот, действительно, поднимать, произошло нечто большое. Поэтому, да. Следующий абзац, еще одно описание, на этот раз описание кабинета, можно не выписывать детали, просто, пометим себе, описывается кабинет, с метоними, вот такой молчаливый кабинет, заваленный книгами, журналами. Потом, вот эта встреча гостя художника, на которой иногда тоже возникает такая воздушная яма в понимании текста, что какой художник, гость, у него купили картину этого художника, или он пришел сам покупать картину, Третьяков, то есть, у учеников возникают такие вопросы. И мы снова видим, что он дает распоряжение о новой картине, эпизод, который немножко напоминает нам эпизод в самом начале текста. говорит, что думал над этим еще начать. И последний абзац, предпоследний, Третьяков упорно добивается того, чтобы заполучить картину. Этот важный такой момент, кажется, улагливают все. Все внимательно изучать перед покупкой. Мы видим, как подробно он Парадаминский описывает, как Третьяков встречается, везде расспрашивает, все узнал, со всеми переписывается. И мы видим, что он всех обгоняет даже самого царя. Такой у нас абзац. И вот последний абзац из длинного 20-го предложения. Тоже чувствуется, что здесь возникают какие-то выводы. Даже поймите у себя, но здесь есть абзац. мы видим фразу, тоже предотвращающая цель Третьякова величественного собрать лучшую коллекцию с превосходной формой. И мы видим стату про Немка. Значит, ее можно понять, что это стату Крамского. Все. У нас собрался такой ворох заметок. Про заметок на полях рядом с этим текстом. Зачем они нам нужны и какую пользу они нам принесут. Давайте сейчас покажу, что мы потом делаем. Потом эти заметки просмотра. Вот заметки про несколько первых абзацев. И мы начинаем их просматривать и что мы ищем? Мы ищем закономерности. Мы ищем какие-то повторяющиеся штучки, повторяющиеся элементы, на которые мы можем опереться. Почему? Потому что то, что нам зудит и повторяется в течение всего текста, явно будет связано с основной его темой, а может быть даже и проблемой. Опираясь на вот эти повторы, мы можем попробовать как раз таки сформулировать, что за проблемы мы хотим взять. И какое сочинение мы хотим написать. Поскольку, как известно, если это и в тексте, если формулируем проблему такую, что она очевидно развивается или как-то распространена в тексте, то, конечно, она будет засчитана, если она совсем не противоречит фактическому содержанию текста. Вот, поэтому наши выписки нам сейчас в этом помогут. Вот мы смотрим, что у нас тут есть. Третьяков стоит рано утром, идет себя педантично, смотрит на картины, дает распоряжение. Мы видим акцент на расписании, снова строгое расписание, у него он педантично справится, всегда выходит в одно и то же время. Плотное расписание видим, да, вот у нас есть три случая, когда в разных абзацах упоминается плотное расписание третяков. Это же неспроста, думаем, мы отмечаем себя. Мы видим, как Третьяков серьезен, мы видим, как контрольщики трепещут, увидев его, мы видим, как он безопетляет, как он дает распоряжение властно. Давайте покажу еще следующие выписки. мы видим, что он не отступает от своего никогда. И в целом мы видим, что в этих текстах третяков, 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 да, мы тоже можем это выписать. Что здесь что-то явно про третяков, и про его свойства, про его характер, может быть, что-то такое у нас намечается. Вот такие у нас повторы закономерности. Вот, если мы это еще раз внимательно просмотрим, обычно у ученика возникает какая-то идея, он точно замечает момент с расписанием, точно замечает какой-то момент с третяковым. Вот, у нас вырисовываются кое-какие выписки, несколько примеров, несколько заметок, которые можно потом собрать и попробовать на их основе сформулировать одну из проблем. Вот, например, мы можем собрать те моменты, когда третяков явно с каким-то особым чувством, с пиететом относятся к картине. То, что мы выписали. Внимательно смотрят на картины на стенах. Да, держат купленную картину, бережно к ней относятся. Мы видим, что покупка картины это большое событие в Доне. Мы видим, как он принимает художника у себя дома. Мы видим, что он думает о картинах всю ночь. Мы видим подытоживающую фразу «Цель Третьякова величественного собрать лучшего коллекса». Он у нас собрал собрался такой тоже своя рода коллекция цитат, коллекция заметок, которые мы нашли по всему тексту. Очевидно, о чем здесь идет речь во всех этих наших заметках. Очевидно, речь идет о том, как Третьяков относится к картинам, как Третьяков относится к искусству. Отсюда можно попробовать выйти на эту тему отношений человека к искусству, выйти на чуть-чуть более высокий уровень, не называть Третьякова напрямую, но говорить в целом о том, как живет, как ведет себя человек, который в занятии искусством считает одной из своих жизненных задач. Вот возможны формулировки, которые нас отсюда вырастают. Что значит служить искусству, что значит быть настоящим коллекционером искусства, традиционером. Вот одна из формулировок, мне понравилась, я не начинок предложил, зачем нужны коллекционеры. По-моему, прекрасно подходит текст, зачем они нужны. Или в чем заключается преданность человека искусству, или тоже, мне кажется, школьникам это бывает удобно так формулировать, преданность своему делу, или своим целям. Про цели тоже скажу. Вот, у нас собирается, видите, из наших заметок, мы не то чтобы мучаемся, бегаем по тексту, ищем здесь абзац, здесь абзац. Самое частое болото, с которым сталкиваются ученики, когда анализируют какой-то сложный текст, непонятно куда смотреть. Да, вот мы не знаем на что опереться, на какую проблему сформулировать, и многие пытаются заехать в какой-то один большой абзац, и в нем что-то вот такое достать, выцарапать, и в итоге получается, что ученики пытаются создать, вытащить проблему из какого-то небольшого фрагмента текста. А это, как правило, неудачная стратегия, потому что нам же нужно подбирать примеры желательно из разной части текста, чтобы между ними было какое-то напряжение. Вот, и метод вот этих выписок на полях или кратких краткого пересказа, сжатых каких-то формулировок нам помогает сориентироваться в тексте быстрее. Вот. Итак, мы нашли несколько моментов, в которых Третьяков особенно как-то с каким-то особым чувством относятся к картинам. Можно взять еще, я просто выписал несколько примеров. Можно взять другую подборку вот про эту педантичность и строгое расписание и попробовать связать ее с личностью Третьякова. Тут, опять же, у многих возникает небольшой дискомфорт из особенностей экзамена. От нас требуется сформулировать проблему, а фраза «проблема личности Третьякова» звучит как будто личность Третьякова это некий недостаток, что-то, что нужно, как-то проблему, которую нужно решить. Хотя, понятное дело, формулировки предполагают, что слово «проблема» трактуется широко. Ну, в общем, что мы видим? Мы видим разные черты характера Третьякова. Мы видим, что его побаиваются и уважают. Мы видим, какой он упорный, как он добивается того, чтобы заполучить картины. Мы видим, какой он серьезный, какой он не улыба, как говорят домашние, и какой он упрямый всех обгоняет и не отступает от своего никогда. И, ну, несколько раз мы видим его строгость в распорядке дня. И оттуда, если мы хорошо знаем, кто такой Третьяков и в чем заключалась его роль в истории русского искусства, мы можем сформулировать такую проблему. Например, каким человеком был Третьяков? Что волнует автора? Что это был за человек? Какой он? Как он жил? А в чем заключался его талант? Это, очевидно, тоже здесь есть вот это с этим упорством, с вот этой серьезностью, с полной самоотдачей. И, то есть, мы будем опираться на личности и качество этого человека. Какими качествами нужно обладать, чтобы стать великим коллекционером живописи на письме? Какими качествами должен обладать человек искусство? Формулировку можно немножко менять, но опора будет на вот эту личную сторону нашего героя, которую мы нашли, увидев, что здесь в тексте действительно часто повторяется что-то про Третьякова, какой он строгий, какой он упрямый, какой он своевольный, какой он внимательный, внимательный, непродолюбивый и так далее. Так, наше сочинение и анализ текста в нашем сочинении будет следом к тому, что мы будем опираться на качестве Третьякова и примеры у нас найдутся, конечно, как и. Ну, или вот, мне кажется, частый выход, который находили школьники в этом тексте про Третьякова, это текст про целеустремленного человека. Формулировка добиваться своих целей, ее очень любят в 11 классе. И это действительно тоже здесь есть. Мой один ученик как раз вот такое сочинение написал в прошлом году. Что мы видим? Мы видим, что у этого человека строгое расписание, он серьезно относится к своему делу, не отступает, все внимательно изучает перед покупкой. Да? И это нас выводит, если мы не опираемся на личность Третьякова, это нас выводит к более такой абстрактной теме, чем важна целеустремленность, чем важна дисциплина или строгое расписание. Тема, в общем-то, актуальна для 21 века, когда всех нас отвлекают постоянно соцсети, онлайн, стриминги и прочее. И возможные формулировки тоже здесь звучат вполне реалистично. В чем важность дисциплины и расписания, почему важны ими, как добиваться своих жизненных целей, как Третьяков делает в этом тексте, очевидно, или вот если мы смешаем формулировку с предыдущей проблемой, какими чертами нужно было человеку, если он хочет добиться своих целей. Вот. Такой метод хорош тем, что он позволяет нам точно выйти на проблему, которая есть в тексте. Мы не будем что-то додумывать, мы не будем что-то пытаться докрутить в этом тексте и потом страдать, пытаясь найти примеры. Мы будем операться на то, что точно мы увидели, встретили каким-то образом вполне явно. Что-то, что произошло, или было сделано, или было сказано. Это во-первых. Во-вторых, у нас сразу же есть наброски для будущих двух примеров, которые мы будем анализировать. Потому что вот эти выписки, которые я здесь собрал, видите, в раскрашенном прямоугольничке, это не только подсказки к тому, из чего мы можем создать проблему, это, собственно говоря, примеры из текста, на которые мы можем ориентироваться. Которые мы потом можем взять для следующих двух абзацев. Теперь, когда мы сформулировали проблему, выбрали одну из них, одну из трех, например. Мы можем переходить к следующему, к следующей части, вот эти два абзаца с примером из текста и комментарием к нему. Вот, но давайте пока, пока к Бургеру не пришел, напишите, как вы считаете, можно ли, может быть, я что-то пропустил, или вам кажется, в этом тексте можно найти какую-то еще другую проблему, более легкую. Кроме вот этих трех. Отношение человека к искусству, личность, критиковое, телеостремленное на свое дело. Это такие три вектора. Мы можем видеть, но, может быть, у вас есть что-то еще. Напишите, если вам кажется, мы чего-то упустили. так, ну, ладно, хорошо, если вдруг кого-то озарит, конечно, пишите. В ключах есть проблема про меценатство, не совсем понятно, как ее раскрыть. Я думаю, меценатство мы просто отправляем в отношение человека к искусству. Это тоже своего рода миссия, своего рода служение искусству, и мы просто отправляем его в первый раздел. Меценатство сложное слово, я не уверен, что школьники... В общем, нужно быть близким к работе арт-галереи, чтобы немножко понимать, как это работает, но в школе редко кто идет подрабатывать в галерее современное искусство. Я думаю, мы можем это отправить в раздел служения искусству. в общем, какую-то тему мы точно придумаем. Из этого возьмем, не так принципиально, как именно возьмем, а мы дальше переходим ко второму и третьему абзацу. Второй, третий абзац, обычно, как я объясняю, должны быть похожи на бургеры. Один абзац с примером, это бургер. Из чего он состоит? В самой серединке суть бургера, его онтологическая суть, простите, это мясо. Потому что бургер без мяса представить себе трудно, есть, конечно, вегетарианские бургеры, но это такая спорная вопрос, можно их назвать бургерами, но тем не менее. В середине у нас должен быть пример. То, что мы нашли из текста и то, что связано с нашей основной проблемой. Но нам нужно этот бургер упаковать сверху и снизу нам нужно положить бамбуки. Это наши комментарии. Комментарии сверху, такой комментарий троплин, подводящий нас к этому примеру, и комментарии снизу, которые, собственно говоря, являются комментариями в прямом смысле этого слова, которые объясняют этот пример для непонятливых людей, в чем тут соль, как это вообще связано с основной проблемой. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Например, мы хотим привести пример, допустим, мы пишем сочинение про личность Третьякова, каким человеком был Третьяков, в чем заключался его уникальный талант, вот что-то такое. Мы формулируем в первом абзаце и переходим к следующей части. мы пишем, мы пишем, парадоминский начинает свой текст с того, что описывает утро Третьякова, дальше можно продолжить, как вам захочется в моменте. Обычно я советую начать с того, чтобы указать на место этого примера в тексте. не то, чтобы это требовалось обязательно по критериям, но это удобно, это помогает нам немножко сориентироваться более четко в том, что мы пишем, и мы параллельно показываем проверяющему, место, куда ему нужно в случае чего подглядеть. Показываем, что мы это не из головы берем, а мы вот посмотрели текст, нашли конкретную вещь. И плюс это немножко страхует нас от тех моментов, когда, такое бывает у школьников тоже, когда хочется взять пример из какой-то липусичной части предложения. А вот здесь Продоминский использует слово не улыба, желая тем самым показать, и дальше на этот маленький пример навешивается огромная какая-то концепция. Такое бывает, такая болезнь не свойственна тем, кто сдает литературу, но учеников, которые сдают русский, тоже иногда такое возникает, желание достать крохотулечную какую-то часть текста и попытаться нагрузить ее всеми возможными смыслями. Это неудачно. Поэтому лучше брать абзац, небольшой или часть абзаца какую-то значительную, или хотя бы несколько предложений. В более редких случаях можно взять одно предложение, здесь мы, кстати, тоже позволяем. Поэтому мы начинаем представлять пример, задачу верхней булки нашего буркера продать, представить пример проверяющему, коротко сказать, о чем пойдет речь, что у нас будет за мясо. И вот где это находится. Парадаминский начинает свой текст говорим с того, что описывает Утро Третьякова. Наши мясо, наш пример будет про Утро Третьякова. В серединке мы приводим цитаты, делаем пересказ, сжатый, не слишком подробный, слишком много мяса, бургер, уже перестанет быть бургером. Приводим одну или несколько показательных цитат, просто, чтобы этот пример привести. Можно разбавить их своим, каким-то авторским промежуточным комментариям соединить синтаксически в какое-то связанное предложение. Дело тренировки, дело привычки. Кому как будет удобнее. В серединке у нас должен быть пример. Цитаты или пересказан как получится в моменте. У нас получается булка сверху, мы представили пример, дальше мясо, мы привели пример, а вот теперь снизу начинается самое важное. Этот пример нам нужно разъяснить. Представим, что мы пишем текст для каких-то непонятливых людей, которые сильно спрашивают и что с того? Ну и что? И что? Вот мы на это ну и что или что с того отвечаем. Продоминский начинает свой текст с того, что описывает Третьякова, ну что с того? А с того, что здесь автор подчеркивает объясняемое, что Третьяков удивительно дисциплинированный, идентичный человек, по которому можно чуть ли не сверять часы. Объяснили, прокомментировали. И наш комментарий, как правило, должен цепляться за, может быть, ключевыми понятиями, ключевыми словами за первую, за первый абзац, за формулировку проблемы, которую мы сделали в самом начале. Личность Третьякова, каким человеком был Третьяков. И вот мы в этом самом комментарии, в нижней булке, как раз пытаемся это сделать. Все, бургер отныне завершен. У нас есть булка, мясо, булка сверху, мясо посередине, булка снизу, но все остальные приправы и овощи это опционально. Все остальное это для красоты и вкуса ради. Это пожелание. Без фанатизма, но суть нашего примера как раз будет такая. Чего мы не должны забывать, если мы пишем? Мы не должны забывать, что бургер не лежит, скажем так, мясом вниз. То есть мы не должны бросать пример на цитате. Если наш абзац завершается цитатой или приведенным примером, мы что-то делаем не так. Нам нужно его подберить снизу нашим комментариям. Так, мы это не забываем. Вот. И хорошо бы начать не сразу с примера, хотя бы чуть-чуть его представить, чтобы проверяющему было легче и чтобы нам было понятнее. Это тоже делает более связанным. Вот. Да, запись будет, конечно же. Так что спасибо вам за всего доброго. И дальше мы делаем то же самое с другим примером. Мы берем другой пример и делаем второй бургер. А у нас будет бургер номер один, бургер номер два. Допустим, мы возьмем другой пример, в котором не знаю, в котором Породоминский описывает то, как Третьяков покупает картины, как он дотошно изучает вопрос перед тем, как купить картину, делаем то же самое. В конце своего текста Породоминский показывает, как как Третьяков покупает картины, проведем цитаты, и делаем подпорку снизу, делаем нижнюю булочку, говорим, здесь мы видим, что Третьяков очень педантичен не только в своем распорядке, но и в своей работе, например, что он покупает картины, точно так же предварительно все выверив, предварительно все разузнав, не желая допускать малейшие ошибки, опять же, на вкус смотря, смотря, что ученику придет в голову такого по теме в этот момент. Ну, и вот дальше самая больная часть всех сочинений, это связь между примерами, которые усложняют год от года. вот какая головная боль в этом году, я думаю, все учителя сталкивались так или иначе с этим. Во-первых, в этом году у нас, кажется, объявлена охота на связь, дополнение, у нас примеры дополняют друг друга, такая фраза, которая еще крутится дискуссией, могут ли примеры дополняют друг друга, нужно это писать, не нужно писать, вот, кажется, ФИПИ не дает какого-то прямого запрета, но все побаиваются. Мне кажется, вот это дополнение друг друга, это в частном случае большие проблемы, в целом сочинение подталкивает, кажется, школьников к тому, чтобы найти в тексте два похожих примера, да, и как-то их слепить, потому что найти что-то одно и что-то, найти похожие вещи, кажется, бывает проще, или кажется, то, что нам бросается в глаза, и вот можно сказать, что вот они вместе что-то делают, пытаться это придумать. Я ничего против такой стратегии не имею, но я бы, наверное, посоветовал попробовать в случае затруднений пойти другим путем. Когда мы ищем связь между примерами на этапе подбора наших бургеров, мы стараемся подобрать примеры так, чтобы между ними было что-нибудь не одинаковое или контрастное. Самая простая на мой субъективный вкос связь между примерами это противопоставление, когда у нас есть А с одной стороны и Б с другой стороны. Мы всегда можем сказать, что эти примеры противопоставлены друг другу и, как правило, это что-то такое начало, что автор может объективности ради показывать разные позиции и что автор показывает, что в этом явлении находятся какие-то контрастные стороны. Ну, или хотя бы мы пытаемся подобрать что-то неодинаковое, чтобы наши примеры не зудели одно и то же. Один говорит одно, и второй говорит то же самое, потому что так нам будет трудно их объединять. Или мы рискуем повториться, когда будем прописывать связь между примерами, мы рискуем буквально повторить то, что сказано, а это тоже рискованно довольно шаг. Поэтому, когда мы подбираем примеры, мы просматриваем опять же наши заливки и смотрим, какие из них мы можем интересным образом как-то соединить, чтобы между ними возникло небольшое напряжение такое электричество. Ну, вот здесь мне пришло в голову, что, по-моему, кто-то в чате тоже писал, что в 30 сочетаются с одной стороны труд, а с другой стороны талант. То есть, что-то наработанное и что-то прирожденное. С одной стороны он пашет, он человек железной дисциплины, он ужасно серьезен, он даже щепетилен во всех вопросах, которые касаются денег и покупки, покупки живописи. А с другой стороны вот эти моменты, за которые мы зацепились, пока читали текст, он во сне увидел, что первого нужно повесить во второй ряд, прости господи, что он всю ночь думает, что у него какое-то дьявольское чутье, это уже относится к сфере талантов. Вот если бы мы писали сочинение про личность Третьякова, о том, что Парудаминский в этом тексте размышляет о личности Третьякова, что он был за человек, вот это как раз был бы очень удачный, очень удобный выход на две совершенно разные грани личности этого человека. Вот воображаемый такой абзац сочинение, вместе эти примеры показывают разные грани таланты Третьякова и дают объемный портрет героя. Объемный портрет героя. Вот такая удобная фраза клише на случай, если у нас есть какой-то герой, какая-то личность, ее биография. с одной стороны, и вот дальше мы анализируем связь между этими примерами, с одной стороны он трудится как одержанный, всю ночь думал, с другой он при этом еще ориентируется на сны и свое чутье. Так мы видим, что в Третью козу сочетаются трудолюбие и талант. Те, да, это не одинаковые вещи, но как удачно они сочетаются. Как удачно между ними возникает некая просится связка, да, потому что это разные стороны, разные грани одного таланта и разнограни энергичности, да, вот там нечто прирожденное и нечто наработанное. Вот, так что с этим мы можем с этим можем работать. Ну, или вот действие и результат. Тоже неодинаковые вещи. Между этими примерами есть какое-то движение. Сначала происходит что-то одно, а потом происходит что-то следующее. Вот, кажется, в документах ФИПИ это называется указание наследства или что-то такое ужасное непонятное. Первый пример показывает, насколько Третьяков трудолюбив и дисциплинирован. А второй указывает наследство этого проговариваемой связи между примерами. Второй пример, допустим, где он где он говорится, что никто его обогнать не может, он лучше коллекционер в стране. И мы видим трудолюбие и его результат. Партомиски показывает трудолюбие и показывает результат. Вот, пожалуйста, по своей смерти примерами. В общем, принцип такой. Мы стараемся найти неодинаковые вещи. Неодинаковые. Так, чтобы между ними возникало какое-то движение, какое-то электричество, какой-то контраст. Как правило, с этим работать удобней. Вот, но если уж ученику хочется как-то комфортнее, душе приятнее найти какие-то похожие вещи, ну, что же поделать, тогда можно взять, что вот, с одной стороны, мы можем сказать, что у Третьякова плотное строгое расписание и можем сказать, что сам он вообще весь строгий, не улыбок. И вместе эти примеры дальше попробовать построить связь между примерами уже на вот этих довольно близких, очень похожих вещах, что, ну, вот, мне все это немножко, например, прыжок на одном месте, как бы, мы говорим одно и то же раз, два, но на экзамене это вполне может работать, опять же, потом покажу сочинение своего ученика, вот, скажете, как вам понравится, такая связь между примерами или не очень. Так, авторская позиция. Авторская позиция может быть дана явно, может быть, дана не очень явно. Здесь у нас есть прямой вывод в конце текста, просто иногда школьников он отпугивает, потому что, как я говорил, фамилия Крамского немножко мешается. Но на самом деле проблема решается довольно простым образом, мы просто говорим о том, что Породоминский приводит цитату Крамского, чтобы проиллюстрировать свою позицию, например. Да, или мы можем просто сказать, что позиция Породоминского восторг, восхищение перед таким замечательным человеком, или Породоминский считает, что Третьяков очень важная личность, очень важный человек в истории искусства, вот, и ссылается, мы можем сказать, на цитату Крамского. А можно вообще без цитата Крамского обойтись? Прямой вывод в конце текста здесь, слава богу, есть. Иногда в текстах не бывает, иногда автор вообще прячет свою позицию, или вообще она остается такой немножко туманной и вот неявной. Что, в принципе, тоже допустим, мы вполне имеем право написать в абзаце с авторской позиции, что автор не выражает прямо свою позицию, но она может быть видна или чувствуется каким-то косвенным. Поэтому иногда бывает полезно в таких текстах, как здесь у Породоминского было полезно отмечать вот эти странности, которые у нас возникали по ходу текста, какие-то необязательные попутные замечания, которые делает автор, которые, кажется, не имеют свою цель продвинуть поискование дальше или рассуждение дальше, а которые вот, скажем так, добавляют в сумме своей, или составляют в своей сумме какое-то авторское впечатление, авторскую общую интонацию. Вот мы можем вспомнить, как щелканье на счетах у Третьякова сравнивалось с колоколами, ровные удары главного колокола, побивают шустрый перезвон колоколов. Мы можем уцепиться за какие-то эпитеты, которые нам бросились в глаза, за какие-то попутные описания, недвигающие сюжеты, например, у строгих кабинет, мучиливый кабинет заваленного книги и журналом, что сам Третьяков сосредоточен на мучилив, вот это вот неулыба, примечание в скобках, которое было дано. Можем зацепиться за них, желание это не обязательно цитировать, в критериях ничего не сказано, что нужно приводить пример, слава богу, к авторской позиции. Пока что не ввели такое, я чувствую, что скоро введут. Но мы можем за это зацепиться и попробовать вытащить авторскую позицию или авторскую позицию из вот этих попутных замечаний, из этой общей интонации. Потому что очевидно, какое впечатление должны создать вот эти увесистые, глубокие, сложные эпитеты. Они задают нам ощущение важного человека, человека, чьи дела и слова имеют большой вес и для него самого, и для окружающих, и для истории искусства. Пардаминский явно считает, что Третьяков был вот таким важным, увесистым человеком, был глубоким, сложным человеком, который внушал к себе большое уважение и он естественно внушает уважение, потому что он делает большое дело. Вот, так что авторская позиция, к ней мы можем выйти либо через, либо оперевшись на какой-то прямой вывод, который мы найдем в тексте, обычно он находится в самом конце или начале, либо, если его нет, и мы сомневаемся, что делать, тогда мы можем попробовать найти несколько, лучше сразу делать несколько, чтобы не свалиться вот в эту тоже типичную ошибку начинающих литераторов, найти одно словечко в стихотворении и построить интерпретацию на нем, вот, мы ищем сразу много попутных таких красочных слов, красочных фраз, необязательных, и пытаемся почувствовать через них, как автор относится к героям. Вот так мы выходим на авторскую позицию. Ну, и последний абзац, обоснование своей позиции. Здесь есть очевидный выход для тех, кто бывал в авторской галереи, можно сказать, я вот сам был в авторской, в Третьяковской галереи и понимаю всю ее важность для истории искусства, и это будет ссылка на личный опыт. Никто с этим не поспорит. Но это если вы были в Третьяковской галерее, если нет, ну, можно, конечно, соврать, но, опять же, это опция для тех, кто знает, что она такая Третьяковская галерея, чем она важна и вообще может это срочно сообразить надзем. Но что делать, если у нас нет? Допустим, у нас нет такого варианта. Как можно обосновать свою позицию в тексте где позиция автора может заключаться, можно сформулировать в виде Третьяков очень важная личность в истории искусства. Допустим, мы пишем сочинение про личность Третьякова, потому что про служение искусству еще можно выкрутиться. Если у нас человек, который служит искусству, можно взять любимого артиста, любимого музыканта, любимого писателя. А что если мы написали все-таки сочинение про личность Третьякова? Вот с этим, мне кажется, тоже были проблемы у многих в прошлом году. Напишите, какие у вас есть идеи, как бы вы выкрутились. Так можно обосновать свою позицию. Если позициятор сформулирована так, Третьяков это действительно выдающаяся личность в истории искусства, он был глубоким и сложным человеком. Давайте подумать. Если что, у меня нет четкого ответа, у меня есть пара идей, но это действительно сложное такое скользкое место. Что можно привести в пример? Как мы будем выкручиваться в таком случае? Так, ну что? Так. Давайте, чувствуется, люди подумали. Так. 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 Да, да. Допустим, у нас авторская позиция заключается в том, что Третьяков глубокая значительная личность. И мы, допустим, мы полностью согласны с автором. Я полностью согласен с автором и считаю, что дальше. Такой пример я предъеду. Так. Сослаться на тот факт, что Россия славилась таким. Да, это хороший выход. Спасибо. Ссылка, скажем так, на общий гражданский опыт исторический. Толстой. Да, вот я бы, честно говоря, наверное, так поступил. Я бы попытался прикрутить сюда аналогию. Да, Третьяков, конечно, великая личность, которая дала себя искусству. Мне он напоминает моего любимого писателя Толстого, например. Так, Третьяковская галерея несет на себя отпечаток личности своего создателя и имеет такое же гранировскую культуру. Да, здорово. Я, правда, думаю, что все-таки для школьников слишком круто. вот, так что, наверное, ну, опять же, если мы готовы рассуждать на таком уровне Третьяковской галереи, ее авторской, ну, причем в Лавровщинском периодах, да, потому что галерея, она в Крымском Валу 20 века все-таки она же к Третьякову мало отношения к его персонали. Да, ну, вот, видимо, такая проблема будет нас подталкивать к аналогии, к тому, чтобы все равно вот в основании своей позиции найти тоже сложную, большую, важную историческую личность в истории искусства. Вот, может быть, постановка, да, почему бы и нет. Да. Ну, или если мы знаем какого-нибудь еще важного коллекционера, то вдруг тоже, мне кажется, уровень разговора сложноватый для 11 класса, но тем не менее. Так что, да, вот мы можем действовать по аналогии. Например, я согласен с автором и мне в голову приходит такая же сложная личность, как и Третьяков, и вот дальше мы уже построили себе мостик к нашему примеру. Да. Да, отлично. Это бы, пожалуй, сработало. Угу. Так, ну, с темами, где мы бы писали про стремление к своей цели или про цель и устремленность, про то, что достигают, добиваться. Тут как раз-таки у школьников есть большой выбор, там, мои ученики, футболисты, они по-любому читали какую-нибудь биографию Майси или Роналду или вот какого-нибудь большого футболиста, который все время добивается своих целей. и тут как раз аналогии будут под рукой. Или с сослужением искусства, да, тоже всегда есть писатели, музыканты, да, люди, которые оставили след. Так что здесь у нас выход есть на свой пример. Единственное, о чем я часто и постоянно напоминаю своим ученикам, что лучше брать пример, который ты знаешь хорошо. Лучше брать пример, который ты знаешь хорошо, не пытаться придумывать что-то такое. Не переводить бабушек через дорогу, мало кто переводил бабушек через дорогу, несмотря на христианативность этого примера. Вот, или там итоговое сочинение тоже подталкивает часто школьников к тому, чтобы рассказывать, пересказывать книжки, которые они не читали. Вот, этот выглядит легко, но на самом деле рискованный путь. Мы склонны хорошо рассказывать то, с чем мы знакомы напрямую. Вот. Раз уж заговорил, расскажу свою травматичную историю два или три назад. В общем-то, сильная ученица взяла, ляпнула на экзамене. Сейчас. Не помню, что именно она доказывала, на чем она соглашалась с автором и приводила в пример Обломова, которого она не читала и начала фразу, начала предложение с того, что вот, значит, Обломов это герой, который весь роман лежит на печи и ничего не делает. Я думаю, боже, зачем? Вот, но на печи еще ладно, можно было бы не буквально понять, но потом она продолжает и говорит, я захотел привести второй пример, чтобы про запас, чтобы было. Вот тоже такой рефлекс, который остался от итогового сочинения, наверное. А еще я приведу пословицу «Без труда не выловишь рыбку из пруда», которая есть в сказке Пушкина «Золотая рыбка». Вот, и на этом она заработала уже очевидную фактическую ошибку. Да, я этому не учил, я не виноват. Вот, но, в общем, на экзамене творится всякое, поэтому, конечно, примеры нужно приводить комфортные, да, которые мы знаем, те, которые мы знаем лично, те, с которыми знакомы, это всегда лучше, чем рассказывать анекдот, который ты где-то когда-то слышал и не уверен на все-все. Вот. Ладно, давайте теперь посмотрим конкретное сочинение. Это прошлогодний текст. Пока не говорю, сколько баллов набрало это сочинение, давайте поиграем в экспертов, посмотрим его по частям и посчитаем баллы, а потом я в конце скажу, сколько баллов набрало на самом деле. Так что давайте так. Вот, сочинение по тексту, вот этому тексту Породоминского. Для тех, кому трудно разобрать почерк, давайте я его прочитаю. Значит, вот первый абзац. В предложенном тексте Владимира Ильича Породоминского автор поднимает проблему планировки человеком своего времени. Все. Вот он, первый абзац из одного предложенного. Напишите, как вам кажется, верно ли сформулирована проблема. Засчитали ли вы такую проблему. Сразу скажу, слово планировка, да, очевидная, речевая ошибка, планировка своего времени, планировка у нас есть в квартире. Да. Вот. Так, ну что, кто-то не засчитал. Ну, с вами как дальше. Да, согласен. Но пока рискованно немножко, да, потому что, так, есть кто засчитает, ага, хорошо. Вот. Но немножко рискованно, потому что явно текст не совсем про планирование, да, так что можно немножко напрячься. Ага, надо почитать дальше, да. Как планирование времени помогает человеку? Вот это уже теплее, да, наверное, было, было бы чуть более комфортно с таким работать. Ну да, да, немножко так. Можно напрячься. Так, ну ладно, напряглись, давайте посмотрим дальше. Следующий абзац. Первые три абзаца состоят из описания дня Павла Михайловича Третьякова. И Парадаминский восхищается точностью его расписания. Дальше идет большая цитата. Всегда ровно восемь после традиционного утреннего кофе. Если бы вдруг перестали отчитывать и отбивать время, можно заведя их поставить стрелки по этому бесшумному по мгновенно улавливаемому служителям повороту медной ручки. Пишет автор о ежедневном утреннем выходе Третьякова из внутренних комнат дома в зал своей галереи. Парадаминский считает, что такая четкость даже в простых банальных вещах достойна уважения. видеть, как раз делан бургер. У нас в серединке мясо из примера, сверху булочка, снизу булочка. Это как раз сделано очень аккуратно. Так, напишите, что вы думаете, можно ли тут все засчитать. Может, кто-то увидел какие-то ошибки. Пишите. Вот так вроде аккуратно. Большая цитата, да, это немножко обидно всегда. Совсем гигантские цитаты переписывать нерационально. Можно, конечно, просто время на экзамен тратиться. Обычно можно их сократить, либо как-то разбить и встроить предложение. Но в целом, в общем, ладно, если уж написал, то почему бы иметь. Так, ну что, вроде больших претензий ни у кого нет. Да, ну и цитаты уместны. Запятая после цитаты. Да, вы знаете, да. Точка, видите, в конце цитаты стоит, точка, тире. Надо бы запятую. так. Ну, это да. Давайте посмотрим следующий абзац. Это второй пример. В тринадцатом предложении автор пишет, такой третяковый характер, не подумав, шагу не ступит, а обдумал все, решил, добьется. Пардаминский отмечает, что третяков всегда, прежде чем взяться за дело, обдумает все до самой мелочи, и только потом начинает реализовывать свои планы. вот бургер поменьше, да, но тоже бургер все-таки. Есть у нас трамплинчик к цитате, есть сама цитата, есть комментарий к ним. Нет перехода, да, да, здесь вот ученик не стал прописывать связку между примерами между абзацами, да. Он оставил это на потом. Да, кто видит пунктуационную ошибку, тот молодец. Так, нет перехода, сейчас можно читать, логика где, логика, ну, если вы видите какую-то грубую логическую ошибку, напишите. Пока все, в общем, на мой взгляд, аккуратно. Да, запятая, видите, последняя, после мелочи. Междуоднородными членами лишняя, запятая. Корректно ли писать автор без инициалов? Да, в рекомендациях пишут, что можно. Связь между примерами сейчас покажу в следующем абзаце. Автор без инициалов, в принципе, никакой ошибки не считается, только если, только если это у нас. В общем, в рекомендациях пишут, что нам нужны инициалы железные, чтобы различить разных Толстых, например, или Ивановых, но если нет, то нет. Я обычно некоторым школьникам даже советую оставить эти инициалы в покое, а то не дай бог какую-нибудь другую букву ляпнут, и будет фактическая ошибка. Так, ну что, давайте посмотрим следующий абзац, четвертый абзац, связь между примерами. Оба этих аргумента в совокупности демонстрируют точность и четкость в планировании, вот здесь в планировании написал, слава богу, точность и четкость в планировании свойственные Павлу Михайловичу. Все. Вот вам связь между примерами. Как вы считаете засчитаем или нет? Ну, слушайте, не 0 баллов, в смысле мы штрафуем по К2, да, все-таки это не 0 сразу. Так, кто-то бы засчитал. Сама связь не обозначена. Вы знаете, в критерии сказано, что ее не обязательно называть, надо ее проанализировать. или можно притянуть дальше, сказать, что это совокупность. В рекомендациях сказано, что связь может быть сформулирована учеником как-то своим образом, не обязательно ее в какую-то решетку или табличку заканять. Так, ну, тут у нас разделяется мнение, да, кто-то бы засчитал. В целом, вы считаете, объяснял, да? То есть, опа, и еще раз, что у нас было, что он, давайте покажу, что ученик привел в пример. Да, он привел в пример утро, да, вот эту педантичность, которую мы видели, четкость в простых банальных вещах достойного уважения, и он привел в пример то, как он все продумывает, прежде чем взяться за дело. Всегда самая мелочь. Да, что вот в этих примерах в совокупности демонстрируют точность и четкость планирования. Здесь он крючком зацепил, да, вот это самое планирование из первого абзаца, показав, что оба эти примеры вместе имеют отношение, да, оба этих бургера имеют отношение к нашей начальной проблеме. Так, то есть абзац, видите, такой кратенький, но вроде, вроде, можно засчитать, да. Проблема, давайте покажу проблему еще раз. В предложенном тексте Владимира Продоминского автор поднимает проблему планирования человеком своего времени. Вот такая была проблема, проблема планирования своего времени. как бы про эти спецы я скажу в конце, как проверили эксперты. Вот, так что у нас был пример о четкости в простых и банальных вещах и у нас был пример про обдумывание все до самой мелочи. на планирование свое времени и оба они в совокупности демонстрируют точность и четкость планирования. Ну вот, указание на смысловую связь может быть выражено различными способами. Так что, видите, мне говорят, что можно прям что-то сказать. Смысловая связь есть это, есть икс или есть причины и следствия. Второй пример о развеопроблеме. Ну вот, он все сначала обдумывает а только потом реализует. Мне кажется, это с планированием связано. Мне кажется, это это собственно, планирование отчасти есть. Обдумывание своих планов прежде чем взяться за делом. вот, да, этих аргументов, оба этих аргумента, вот скользкая такая фраза, это аргументы, у нас же примеры аргумента, автор-то может ничего не аргументирует. Да, это я согласен. Слово совокупности, я согласен, мне кажется, она называется, просто ученик здесь не пишет. Эти примеры связаны как совокупность, без такого прямого формульного обозначения. Не вижу пояснений к связке в смысле, для чего автор так строит иллюстрацию, чтобы что показать читателю, где подводка. Вы знаете, я по-моему согласен, наверное, не хватает какого-то прорачивания к анализу, более развернутого. Но, видите, в условиях экзамена эксперт, в общем-то, склонен докторать в пользу ученика. Поэтому, поэтому, вот, я отчасти согласен с теми, кто пишет, что комментарий к связи дали бы нет, либо он какой-то куцией, но, видите, под другим углом можно посмотреть и засчитать. Надо было проблему в форме вопроса делать. Да. Так, обычно удобнее. На вопрос потом удобно отвечать. Ну, ладно, давайте, пока мы не завезли в этом, в этом, в этом одном предложении, да, вот видите, какой-то ужасный критерий, связь между примерами. Да, сидишь над одним предложением. Давайте посмотрим авторскую позицию. Автор не выражает свою позицию прямо, но видно, что дисциплина и четкость вплоть до перфекционизма Третьякова его восхищают. Давайте, поставьте плюсик, если засчитаете такую, такую авторскую позицию. туда, здесь вроде, вроде, сформулировано по тексту, да, вроде бы, ничего сверхъестественно неправильного здесь не сказано. немножко синтаксис такой, дискомфортно, дисциплина, четкость, плодо-перфекционизм, да, вот такое. давайте посмотрим следующий абзац. Обоснование своей позиции. Учтите, правда, что это послогольное сочинение, где еще не добавили критерий обязательный свой. Пример здесь, он, правда, есть, но все-таки, на всякий случай, я тоже считаю, что всегда нужно стараться действовать точно, по плану, ставить перед собой цель и идти к ней. Существует очень популярная поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь». Мораль в том, что, чтобы добиться хорошего результата, нужно все рассчитать и выверить, чтобы негде было наступиться. План – это первое, с чего начинается любой проект. Это фундамент любого дела. Когда человек планирует свой день, он наделяет его смыслом, а если жить без смысла, цели, жизнь, прошу прощения, если жить без плана, цели, жизнь вообще теряет смысл. Рассчитает, да, да, конечно. И поговорка, ну вот, не придерешься, пример есть, правда ли, даже по нынешним критериям, такой пример, приведенный, надо засчитывать, мне кажется. Так, логика тоже нарушена, да, напишите, где вам кажется. не безупречно, но мы с вами тут, мы люди готовящие, других людей к сочинениям, это склонны судить строже, чем на экзамене, что правильно на самом деле. вот, ну вот видите, он привязывает свою позицию к позиции автора, да, все это в итоге возвращается к понятию планирования, да, вот он здесь тоже немножко сигналит, действует точно, по плану, да, жизнь без плана, это теряет смысл, да, это общечеловеческий вывод в конце. Так, поговорка есть. Напишите, какие у вас пишут из соображения, я потом скажу, сколько баллов такое сочинение набрал на экзамен. Так, экзамен нормально. Ну, у кого есть сейчас под рукой бумажка или желание, напишите, как вы думаете, сколько баллов. Сейчас понятно, пересчет немножко, подсчет баллов немножко другой, но, в общем, на вскидку, сколько бы вы поставили баллов, за что бы вы снизили. Давайте так. За что бы вы снизили. У нас точно есть орфография, у нас точно есть пунктуация. По-моему, одну или две мы нашли с вами, да, походу. Так. 17. Только напишите, за что бы снизили. Так, пунктуация, орфография. Если кто-то что-то заметил из речевых, говорите, планировка была у нас в самом начале, пароним, ошибка с паронимом. кто-то строго судил логику, скажите, да, если, может быть, вы снизили бы за логику. Так. Так, кто-то хочет снизить смысловую смесь между примерами. так. Так. Пунктуация, орфография. Ага. Угу. Гекарит. Ага. Ага. в целом неплохая работа для экзамена да вы знаете я в общем тоже в итоге парня написал что он водит ну что сказать вам сколько это сочинение потеряла в итоге так вроде никто не хочет снизить за к 1к 1к так за а кто-то снижал да так за точность выразительность речи вроде а так никто не снизил к 2 кто-то снизил так ну смотрите на экзамене прошлого года это сочинение потеряла два первичных баллов один орфография один пунктация все остальное по максимуму вот так связи считали связи считали между примерами проблему засчитали разумеется да все таки она есть в тексте так что кто кто бы снизил всего два балла вы бы в общем поставили столько же сколько один из толерантная да я согласен я бы я бы тоже попротирался но вот видите в условиях экзамена условиях экзамена может всякое произойти да не безупречный текст но вот мне кажется бургеры здесь человеку удались связь между примерами конечно балакуция но вот видите ее эксперт все таки посмотрел посмотрел и что со скрипом как у пиратского корабля но наверное засчитать все таки можно я навстречу ученику ну да это тоже так что вот такое сочинение это ученик потерял здесь по одному баллу на орфографии и пунктуации все остальное проставили высший балл одна речевая ошибка была да так что по по речи снижным ничего не было вот все остальное все остальное дано как есть вот все коллеги у меня все вот такой текст вот такое сочинение по этому тексту порода минского буду рад ответить на ваши вопросы спасибо всем кто слушал нас было больше ста человек на пике ужасно здорово и приятно какая же совокупность я думаю что я думаю что да спасибо вам спасибо вам надеюсь гном третяков вам будет вам запомнится мне он запомнился видите спустя год рассказываю спасибо вам большое на коллеги спасибо спасибо если есть вопросы решите пока у нас кажется есть точно причинно-следственная связь между примерами и наследственная связь между примерами ну смотря как мне кажется можно потрясно это какие примеры ну ну но ну 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 какая все таки связь сочинение связь который засчитали я думаю речь шла о совокупности о том что эти два примера в совокупности совокупности давайте покажу еще разок да 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 в совокупности демонстрирует точности чуткость планирования свойственного права на хороших вот наверное можно и дополнительно да ну вот видите сейчас как у всех коллективная аллергия сегодня ученику учитель запретил учитель запретил ученику писать фразу авторская позиция очевидно что вы думаете ну знаете каждый год у нас возникают какие-то такие маленькие козлики отпущения когда учителя ну которым нужно быстро научить 35 человек делать одно и то же обычно учителя возникают свои какие-то маленькие лайфхаки или формулы которые то наоборот везде пишут которые говорят ученикам обязательно пишите так или никогда не пишите так вот в самих рекомендациях от фипи такого очень мало я не видел какого-то запрета на фразу авторская позиция очевидно она может вызывать такое чувство испанского испанского стыда что мне кажется ничего преступного нет можно писать можно не писать ошибки и ошибки в ней не вижу единственно что если авторская позиция не очевидна тогда будет возникать резонный вопрос с чего бы она была очевидна но в целом в целом запретных фраз егэ насколько я знаю гораздо меньше чем кажется людям все коллеги спасибо наверное на этом будем заканчивать вот и это и так и это это